Сводки правоохранительных органов ежедневно пополняются новыми сообщениями о мошенничестве. Завладеть денежными средствами ивановцев злоумышленники пытаются не только лично, но и через средства связи. Более 80% всех противозаконных схем осуществляется через мобильный телефон. Преступники зачастую выдают себя за представителей прокуратуры и требуют крупные суммы за прекращение уголовного дела, которое якобы возбуждено на родственника жертвы. Никакие сотрудники полиции, прокуратуры или любых других ведомств никогда граждане не будут звонить и не требуют денежные средства за освобождение от уголовной ответственности. Во-первых, это незаконно, во-вторых, это взятка. Поэтому люди должны об этом знать, что ни в коем случае нельзя поддаваться на такие провокации. На удочку телефонных мошенников чуть не попалась ивановская пенсионерка. Дозвонивший представился ее внуком и сказал, что сбил человека. Сережа, говорю, что ты от меня хочешь? Бабушка, мне нужно срочные деньги. Я говорю, сколько тебе нужно? Сто тысяч. Я говорю, Сережа, у меня таких денег нет. Я говорю, Сережа, подожди. Перезвони мне минут через десять. Я подумаю, я не могу так сразу сказать. И больше звонков не было. После этого я позвонила в полицию. В группе риска в основном пожилые люди. К ним легче втереться в доверие. Пользуясь этим, злоумышленники предлагают установить фильтр для воды за 50 тысяч или энергосберегающие лампы за 100. Нередко приходят они под видом соцработников. Если пришел социальный работник, можно даже его не пустить, а позвонить и уточнить, есть ли вообще такой работник. И направлялись ли такие сотрудники к пенсионерам. Чаще всего этого нет. Чаще всего это мошенники. Стать жертвой аферистов могут и молодые люди. Покупать товары в интернете стоит только на проверенных сайтах. Если продавец просит внести предоплату, то, скорее всего, после получения денег он исчезнет. К звонкам из банка тоже следует относиться внимательно. Ни один сотрудник банка, сотрудник службы безопасности банка не потребует от держателя карты кода, указанного на обратной стороне карточки. Или кода, указанного в СМС сообщении, которое приходит при оплате товара какого-либо. За первую половину текущего года по области зарегистрировано более 700 мошеннических преступлений. Раскрывается в среднем каждое пятое. Если вы все-таки попались на удочку злоумышленника, следует немедленно обратиться в полицию и как можно подробнее рассказать о случившемся. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.